Всем привет! С вами юные садоводы! И сегодня мы будем смотреть, что же случилось с нашими семенами физалиса, которые мы посадили разными способами. Да, но сначала поговорим о торфе. Что именно мы, о чем именно будем говорить? Наверняка вы ходите в магазин, покупаете землю, и вот такую огромную, допустим, вам нужен торф. И о торф, как известно, продается в маленьких, первый вариант это маленькие мешочки, второй вариант это большие, огромные кульки. Кстати, большие, огромные, часто в них очень хороший состав. Ну вот как же их унести, допустим, взгромозить на тележку, от тележки дотащить до дома, это составляет такую хорошую задачку. Но есть решение. И сейчас, сегодня я расскажу, какое решение. А вот оно лежит у нас тут на столе. Если вы смотрели наше предыдущее видео, то знаете, по поводу кокосовых брикетов. Это что-то похоже на кокосовый брикет. Да, но не совсем. Это, как вы думаете, что это такое? Это именно тот торф, который можно добавлять в землю. Но почему он таких размеров? Он прессованный. И вот такой торф не надо будет огромным-огромным мешком тащить. Он уже прессованный. Заливается кипятком, что мы сейчас с вами и сделаем, и добавляется в землю. О, юный садоводик прибежал. Расскажи, что у тебя? Машинка. Сегодня машинка. Ты хочешь вместе за это самое залить? Как ты думаешь, что это такое, Верочка? Которая вот круглая такая. Круглая такая, да? Кокосовая таблетка. Смотрите, в предыдущем видео похоже. Да, но нет, это уже что-то другое. Это квадратный. Квадратный, да. Это была кокосовая таблетка, а это квадратный. Это торф. Торф, да. И вот мы его тоже будем... Как ты думаешь, он так же увеличивается, как и кокосовая таблетка, или, может быть, меньше увеличивается? Я думаю, она спадает, когда ее залить. Спадает? Еще уменьшается, да? Да. Ну, давай проверим. Вот у нас подготовлен кипяток, и мы его заливаем. Ой, не обрызгала? Нет. Видишь? Может, она это маленький? Да, не смотри, он растет, прям впитывает в себя влагу, и начинает расти, разбухает. Я думаю, что он растет. Растет, да, Верочка, правильно. Потому что он прессованный. Вот такая таблеточка, вот она снова набирает. Да. А это, угадай, что это такое? Так, листочек, только не отрываем. Что это такое? И не едим. И не едим, да. Это не микрозелень, хотя очень похоже. Это физалис. Вот, смотри, как увеличилось, увеличился наш торт. Давай еще. Еще водичку, да? Как будто до неба. До неба. О, о, о. Давай до неба. До неба, я не знаю. Надо чуть побольше брить, детик. Вот. Он вот так увеличился. То есть это прессованный торт. Ой, торф. Торф. Прессованный торт. Представляешь, такой торт. Берешь, заливаешь кипяток, хоп, на нем крем, и он такой огромный. Было бы здорово, да? Такую маленькую таблеточку принесла, он увеличился. Но вот такие вышеста. И этот торф мы добавим приготовленной земле, универсальный грунт у нас здесь, вермикулит, перлит, песок. Что же, что же, что же у нас сегодня, какой обзор, кроме торфа? В предыдущем видео мы сажали физалис. Вот. Он у нас разными способами. Вот такие землю, землю в салфеточке, в целлофанчик. И что же, что же обнаружено? Сегодня мы узнаем, какой самый лучший способ посадки физалиса. И проанализируем все наши росточки. Итак, поехали. Первые наши росточки это салфеточки. Вот они у нас салфеточки. Что же, какая тут у нас ситуация? Мы заворачивали в салфетки, влажные и бумажные. Все они проросли, все отлично. Можно их пересаживать. Но один-один огромный большой нюанс. Корни этого физалиса так настолько въелись в эти салфетки, что их просто даже невозможно отделить. Это настолько сложно. Физалис в кулечке. Ну, тут очень хороший результат, хочу сказать. Вот он в кулечке прекрасно пророс. Но из-за того, что у нас то ли было мало света, то ли в кулечке такое происходит дело, ситуация стебелечки очень-очень длинные. И есть такое опасение, что они не выдержат пересадки. Либо надо делать глубокую посадку. Это мы тоже с вами проверим. Что же у нас осталось? У нас осталось... О, а таблетка-то, посмотрите, с торфом продолжает расти. И даже емкости мало. И третий наш способ посадки – это в землю. Физалис в землю. Давайте посмотрим, какой результат. Что у нас здесь получается? Корешки внутри, их не видно. Стебелечки хорошие, листики хорошие. И очень легко их можно отделить от земли и пересадить в отдельные горшочки. Отсюда вывод. Вот, приз и победу получает способ посадки физалиса уже в землю. В горшочки маленькие. Вот, посмотрите, как у нас огромная, какая огромная стала, стала эта самая, хотела сказать, торфяная таблетка. Да, вот такая торфяная. И еще видно, что в ней еще есть потенциал. Если налить воду, она еще больше увеличится. Вот, значит, напоминаем, что эту торфяную таблетку добавляем в землю. Почему именно таблетку прессованную? Потому что ее легче транспортировать, нести и перемещать, нежели такие огромные кульки с торфом. Что мы делаем дальше? Дальше мы сажаем этот физалис в горшочки. Заранее я подготовилась, уже начала этот процесс. Здесь пересажены физалис в такие большие, побольше горшочки. Этот физалис тоже пересажу и покажу вам результат, что будет с ним дальше. Оставайтесь с нами на канале, не забудьте подписаться, нажать колокольчик, оставляйте комментарии и делитесь вашими впечатлениями. С вами были юные садоводы. Всем пока-пока!